прекрасная погода солнышко какой тихий двор ребят смотрите район недалеко от метро черная речка здесь дома постарше после новостроек сразу такой контраст так как у нас тут написано у нас написано лестница номер четыре по три квартиры на этаже 5 этажей окна пластиковые у многих пишет доступности черная речка двор добрый день друзья хорошего дня хорошего настроения так давно не были в этом районе черная речка вообще редко бываем метро здесь в пешей доступности сейчас адрес скажу такие огромные входные двери и балконы и лучшие балконы а вот этот этаж как будто достроен сверху вы знаете мы с вами сравниваем районы и я вчера разговаривала с девочкой которая купила квартиру в новостройке вот мы с вами были жека черные ой черная речка жека чистое небо мы с вами были и и вот там ну как женщина ей до 40 38 может быть можете 40 милая приятная женщина переехала из центральной россии купила квартиру два года назад и вот два года живет жека чистое небо новостройки кто не смотрел посмотрите я вам район показываю ребят дворы к района постарше и значит она горит это хорошо и это хорошо горит и людей не так уж много например как в мурина на сравнивать с мурина и цена была хорошая два года назад она студии купила там за 4 миллиона мегаса по года назад может хорошо не казалось дешевле можно было взять ну в общем она купила за 4 миллиона студию значит и магазины все есть и кафе есть и детские сады есть но не у деток нет поэтому она так визуально говорит вам что там во дворах у нее детский сад тут же стоит и люди вокруг в общем-то говорит никаких претензий на этаже там сколько она говорила квартиру них по моему 7 или 8 квартир в общем все хорошо парковка есть наземная парковка и потом говорили говорили все хорошо так адрес ребята школьная улица 3 говорили говорили хорошо ну ладно что вам нравится это самое главное я нам не потом говорит да нет буду продавать и покупать другом районе я говорила как так все же нравится что она говорит нет вы знаете так посмотрела подумала что хочу переехать в район постарше вот в такой спальный район не совсем конечно пятиэтажечку старенькую нет а вот спальных районах в районах постарше есть более новые дома то о чем и я вам всегда говорю какие мне дома нравятся ну дома которым лет 12-15 но не более такие они не новострой и не совсем старенькие туда заходишь они еще чистые более современные пары у них современные и закрытые территории у многих ягра почему она говорит но здесь немножечко новостройках одна молодежь вот эти семьи с детками постоянно студенты то о чем мы с вами говорили то есть это же подтверждается вот все мои мысли на тему районов подтверждаются я могу как-то не уютно себя здесь чувствую в этом плане она постарше конечно вот в этих районах разбавлено население есть и молодые семьи детками есть и среднего возраста семьи просто даже одинокие люди которые живут сами вот так переезжают и живут и совсем уже пожилые люди за 50 до 60 до 70 а что это такое а это какой-то поликлиника посмотрите на даже опыта на первом этаже раз и поликлиника отделение салон красоты курить какой район да район метро черная речка она горты зелени как-то больше в этих районах постарше это да правда вот мы даже во дворы зашли зелени побольше немножечко потом погуляем еще сейчас и все все дома выстроились с балкончиками кто-то вот остеклил основном нет в основном просто балкон и пятерочка на первом этаже так что ребята обращайте внимание выбирайте свой район в каждом районе население по возрасту а это имеет значение все таки тоже можно даже купить пожить нескольких районов разговаривали встречая людей которые меняют районы они пожили в одном районе другом районе причем те которые не купили квартиру а приехали и арендуют они вообще раз в год меняю квартиру уже несколько семей таких встречала раз в год они меняют квартиру вот они шесть лет мы уже семь восьмой год петербурге они за шесть лет сменили 5 квартир я не знаю конечно насколько это ну видите им интересно они как мы хотим пожить в разных районах сейчас они живут московском районе вот новая квартира московском районе школьная 5 поры Вот его, ребят, смотрите. Потом еще у нас есть семейная пара. У них вообще уже трое деток. И тоже, сколько мы знаем, вот 4 года мы их знаем, они уже третью квартиру спрятали. Причем районы кардинально. Север, юг отличаются. С севера на юг. Переехали. Я пошли в этот двор. Надо посмотреть, сколько здесь стоят квартиры. Это район. Вот Черная речка, там Пионетская. Тоже надо Пионетской, скорее всего, ехать. А до Черной речки и дойти можно. Высокие потолки. Не знаю. Смотрите, какие двери. Вход высокий, огромные двери. Домофоны везде. Что там написали? Какие объявления? Какие объявления? Ведомления. Начиная с 5 июня. Ну, это старое. Все заявки на внутриквартирные работы по текущему капитальному, сантехническим, электрике. Тра-та-та. Принимаются круглосуточно. Частный мастер. Приду бесплатно. Низкие цены. Ну, вот сразу вам участный мастер. Еще вот эта женщина тоже момент такой заметила. Говорит, только не совсем в старых домах буду искать. Нет, не в пятиэтажках. Потому что там заходишь в парадную и вроде бы как, знаете, как бы ты в своей квартире ремонт современный уют не навел, все равно в парадную выходишь. И вот запахи старые. Но сейчас парадная, кстати, в пятиэтажках очень многие сделали ремонт по городу. Программа шла. И заходишь, все покрашено, побелено. Ну, разные. Надо смотреть, конечно, и парадную. Ну, вот она говорит, поэтому хочу поновей чуть-чуть дом. Тут площадка. Вот, видите, в старых тоже домах бутылки. Ну, хотя бы в мусорных ящиках лежат. Но лежат. Заполнен мусорный бак. Травой, куст, смотрю, подстрелили. Киска сидит. Киска. Ну, тут много кисок в этих районах. У нас как-то во дворе в основном я не вижу животных без хозяев и котов. Ну, может, какой один кот пройдет там раз в день. Но как-то нет. А в таких дворах открытых тут много котиков. Да, кстати, вот этот мост проезжаете. Здесь дома новостройки. Вот они видны. Мы там тоже были. И там метро Пионерская. Большой торговый центр Сити Молк. Или Руа Мерлин. Мы с вами тут везде были. Смотрите. Пока мы сжали. А теперь я понимаю, где стоит этот дом. И вот внутри двора. История. Ну, мусорные люди здесь. Все, есть. Надо клумбочки даже есть. Травку все-таки добавить. Собачка гуляет. Большая. Что-то не спешат до хозяева. Понимаю, что на морднике собаки хочется погулять, походить. Но с поводка не спускает. И хорошо. Столько случаев тоже рассказывают. Ну, вот, ребят. Еще один двор недалеко от метро Черная речка. Сравниваем. Смотрим. Так, клумбочки где-то подстрижены. Где-то. Нет, травка везде подстрижена. Но тут хотя бы нет вот этого заросшего первого этажа. Первый этаж. А, нет, не везде. Хотела сказать решетки. Где-то есть решетки. Где-то нет. Ну, вот, видите, отдельно так деревца стоят. Не так закрывают. Солнышко попадает. А бывает, первый этаж вообще весь закрыт деревьями. И мне кажется, это не очень комфортно для жителей первого этажа. Ну, вот площадка детская. Даже площадки тут такие. Хоть видно, что меняли когда-то эту площадку. Ну, еще старого образца. Сеном пахнет, ребят. Пока сели травку, сеном пахнет. Ну, все, друзья. Хорошего дня, хорошего настроения. У нас прекрасная погода. Ну, утром где-то 17-19. Днем 20-21. Все, грозят нам дождями. Опять посмотрим. Может, и будет дождик. А вот это, наверное, коридор парадная. И на окнах стоят цветы. Я вижу в окнах такие огромные цветы. А тут выше тоже. Спасибо за комментарии, ребят. Спасибо, что подписываетесь. Не забывайте ставить лайки. Очень приятно. Говорим о жизни в Петербурге. Сравниваем районы. Смотрим атмосферу районов. Смотрим, сколько стоит недвижимость в каждом районе. За лайки отдельное. Спасибо. И пойдем посмотрим, сколько же здесь стоят квартиры. Должна вам это показать. Увидела объявление. Смотрите. Внимание, уважаемые жильцы. Уведомляем вас в связи с большим количеством обращений, жалоб на клопов, тараканов, грызунов. В вашем доме с 15.06 по 16.07, то есть месяц, будет проходить бактериальная обработка от плесени и грибка. Вот, оказывается, что бывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...